Магаданская Городская Дума Магаданская Городская Дума В предлагаемом варианте положение о ежегодном отчете мэра предполагается необходимость присутствия уже двух третий от депутатского корпуса. Это 14 человек и дополнительная гарантия объективности и всестороннего рассмотрения отчета. Итогом должна стать та или иная, но конкретная депутатская оценка. Магадан Магадан – место гостеприимства и радушия. Представители мэрии областного центра и правительства города Побратима Шауньяшаня провели телемост. Они поблагодарили друг друга за гуманитарную помощь во время пандемии и постоянную поддержку. Также обсудили развитие туризма, горнолыжный спорт, особенность географического положения и белые ночи. По словам сотрудников мэрии, им хотелось показать памятные места Магадана и его гостеприимства. Магадан Магадан Китайские партнёры рассказали о планах развития туризма. В стране также популярны спорт и рыбалка. Представители Шауньяшаня отметили, что планируют приехать в Россию, как только это позволит сделать эпид-обстановка. В ДДЮТ подвели итоги трёхдневного городского конкурса «Учитель будущего». Татьяна Ходунова представляет лицей имени Крупской. Её команда – учитель начальных классов, а также преподаватель истории. Татьяна Ходунова рассказывает, что конкурс ей очень понравился. Испытания были интересными и иногда неожиданными. Потому что те условия, в которые мы были поставлены, были отчасти экстремальными. Те формы работы, которые предлагались нам, они новые для нас, как учителей, и, наверное, для учительского сообщества в целом. Но эти формы дают возможность проявить себя на 100%. Дают возможность озвучить креативные новые идеи. Во время состязаний учителя предлагали пути решения проблем в сфере образования. А конкурс помог убедиться в том, что один в поле не воин, отметила Татьяна Ходунова. Как рассказывают организаторы конкурса, все цели и задачи выполнены. Поиск, развитие и поддержка перспективных команд-педагогов. Должна была показать каждая команда. То есть это создать определенные методические продукты, это получилось. Увидеть то, как команда работает в рамках организации ТЭД-конференции. Увидеть то, как команда может между собой коммуницировать при подготовке ответа на определенные проблемные вопросы, которые проходили в рамках мероприятия Дебаты 2.0. Учитель будущего провели в Магадане впервые. Однако и участники, и организаторы отмечают, что это хорошая площадка для обмена опытом и идеями. В течение трех дней конкурсанты показывали свое мастерство. Я поздравляю всех, кто набрался смелости и пришел на конкурс. Я всегда говорю, в конкурсах побежденных не бывает. Вы все победили, потому что вы встали на ступеньку лучше, профессиональней. И мне очень понравилось, что сегодня вручаются именно сертификаты на повышение квалификации. В конкурсе победила команда английской гимназии. Педагогам вручили диплом, сертификат на повышение квалификации, а также денежную премию. Кроме того, четыре учителя из разных школ получили премию профсоюза. Танец, стихотворение, песня. В «Металисте» провели торжественный концерт, посвященный Дню Матери. Свои номера представили сотрудники и ученики детско-юношеского центра. В России День Матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Так благодарим всех матерей за их непростой труд и безусловную любовь к своему ребенку. В рамках концерта наградили победителей творческого конкурса от 5 до 17 лет. Ребята подготовили рисунки, поделки, открытки для своих мам. В русской горнолыжной школе прошли первые соревнования. Параллельный гигант – слалом скейтборд-кросс. Участники соревновались по двум трассам – синяя и красная. Победители проходят в следующий этап. Так по олимпийской системе специалисты выбирают лучшего сноубордиста. Этот новый вид соревнований пока он опробуется, еще шлифуется, но имеет все предпосылки, что это будет хороший вид соревнований. А сейчас проводятся чемпионаты мира по параллельному гиганту. Ну и, естественно, параллельный слалом – он уже олимпийский вид спорта. РГШ – одна из первых в стране, кто сделал специализированную трассу под эти виды спорта. Это внутришкольные состязания начала сезона. Соревнуются несколько возрастных групп – около ста человек. Ребята от восьми лет. За сезон обычно проходит до шести соревнований, но из-за пандемии количество сократилось. Цель соревнований – повысить свою квалификацию и получить разряды. Десять лет более 500 прыжков в молодежном центре отпраздновали юбилей парашютного клуба «Досаав». В подготовках к прыжку дело непростое. Принимает в клуб ребят от 14 лет. Однако для этого нужно разрешение родителей. Сначала нужно пройти медкомиссию, потом пройти обучение 35 часов. Есть и противопоказания – заболевания сердца, головы, нервной системы. Тем не менее, как ее называют в народе парашютка, пользуются успехом. Среди вас есть призеры самых различных соревнований. И это, конечно, очень опасный, но, тем не менее, захватывающий вид спорта. Более того, он, конечно, очень энергоемкий. Это парашют не купишь в магазине и не пойдешь прыгать с своего личного самолета. Трудности есть и в работе. Прочистить дорогу, площадки, купить парашют, страхующие приборы, сделать ремонт. Тем не менее, мэрия, правительство помогают такие проблемы решать. Сегодня губернатор Сергей Константинович Носов тоже помогает. И вот в 2019 году приобрели парашюты на 3 миллиона 400 тысяч. Вот мы к нему обратились. Вот, оказывается, нам была помощь. Вот в этом году приобрели УАЗик новый. Вот это уже мэрия. Это Гришан Юрий Федорович и спорткомиссия. Помогает и депутат городской думы Николай Ярощук. И авиакомпания прыгают с парашютом спортсмены с определенного места. Поляна в поселке Уптар. Продолжение следует... Продолжение следует...